Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Триандафелиди, недавно вернувшаяся на поляну, грустит без Ромы Гриценко. Парень остался на острове любви. Ты мой самый сильный допинг, пишет девушка, лекарства от хлопот, мой вечный экстаз. Сергей Захарьяш думает о сейшельской свадьбе. Он считает, что это событие даст нужный толчок для дальнейшего развития отношений. Фил Костробов продолжает настаивать на том, что у него с Лилией было волшебство. Лиля все отрицает, а он готов даже пройти детектор лжи, чтобы доказать, что не врет. Ольга Орлова вступилась за пару Сергея и Лилии в одном из недавних эфиров. Она заявила, что любая женщина, конечно, если она искренне любит, может простить измену. Многие зрители не согласны с Орловой. Просто на проекте собрались такие люди, которые стыда и гордости не имеют и простят любую измену, лишь бы не ходить за ворота. Саша Черно спокойно относится к наличию у Иосифа Аганесяна девушек-подруг. «У вас нет друзей противоположного пола?» – пишет Черно. «Мне искренне жаль вас». Вера, Курочка и Петр Шепель расстались. Вера считает, что проблемы в отношениях у них из-за того, что ведущие заселили их в свое время насильно. Петру даже не пришлось ее добиваться. Она предложила начать отношения сначала. Папараццо удалось сделать редкое фото дочери Лизы Кутузовой. Девушка не афиширует свою личную жизнь, неизвестно имя ее дочери, также нет ни одного фото девочки лицом в камере. Но на этот раз внешность ее дочки поклонники смогли рассмотреть в деталях. Элина Камирен, которая ведет свой видеоблог, пользуется большой популярностью. Несмотря на то, что она сама не преуспела ни в браке, ни в бизнесе, она очень интересно рассказывает о способах знакомства с олигархами. В последнем видео она рассказала, где можно встретить олигархов и предостерегла девушек от ошибок, которые они могут допустить, тем самым оттолкнув от себя состоятельных мужчин. Ольга Рапунцель в видеотрансляции ответила на вопросы фанатов. «Мы ушли», – пишет она, – «потому что там все двуличные, лицемерные и злобные. Пусть они делают эфирчики на других. Я долго терпела, больше двух лет. Как я отношусь к Бородиной? Воздержусь. А Бузову люблю», – сказала Рапунцель. «Ни за кого в конкурсе голосовать не буду, смысла нет, все уже давно решено. Это же шоу, мои хорошие». Как вы помните, завершился суд между Огибаловой и Африкантовой. Татьяна Владимировна прокомментировала это событие. Выполню решение суда и забуду Огибалову, как страшный сон. Она цепляется за популярных людей, чтобы они не забыли. Думаю, Огибалова подговорила адвоката написать, что его услуги стоят 100 тысяч рублей. Она же все делает за рекламу, и адвокат вряд ли стал исключением. Романец недавно приобрела Мерседес с 17-го года выпуска. Машина за 4 миллиона ей вполне подходит. Она призналась, что часто знакомится с мужчинами в пробках. «Я ношу кольцо на безымянном пальце. Идеально работать с 18 лет», – рассказывает Романец. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!